Всем привет! Не успела и двух недель пройти с четвертой серии адского босса, так тут уже и пятая на подходе, но обо всем по порядку. Вообще Вивьен в этот раз после выхода четвертого эпизода начала активно отвечать на вопросы в твиттере, поэтому информации накопилось очень много. Сперва она ответила фанату на вопрос о том, сколько серий осталось во втором сезоне, и все что я и говорил уже давно сбывается, так как во втором сезоне будет 12 серий. Четыре мы с вами уже увидели, значит нас ждут еще 8 эпизодов. Далее на канале Вивьен вышел видосик с новым мерчом. Ничего примечательного там не сказали, но я сразу заметил два интересных пина. Во-первых, это Мокси в новом женском образе, а второй пин был с Барби Вайер. И тут же я задался вопросом, а зачем добавлять подобные пины, если данную серию мы еще с вами не увидели? Я подумал, что пятая серия выйдет уже скоро, и так оказалось. Если вы не в курсе, что это за образ Мокси и почему здесь есть Барби Вайер, сестра Блица, то обязательно посмотрите мой ролик с разбором трейлера, который показала Вивьен на Level Up X. Вот всплывашка вверху экрана. Самое крутое, что здесь можно увидеть, это цирковой знак на лбу Барби Вайер. Прям как у Блица. Если вы забыли, у всей труппы артистов цирка Кэша Бакса были эти значки, означающие принадлежность к этому семейному цирку. Но есть прикол в том, что Барби зачеркнула этот знак белым крестом с сердечками по бокам. Я думаю, она нанесла поверх своего значка татуировку. Правда, непонятно зачем. Почему я так на этом заострил внимание? Просто этот знак на её лбу раньше было сложно рассмотреть. В пилоте в офисе Блица висел вот такой плакат с Барби Вайером и Тилой, их мамой. Затем Тила пропала в будущих эпизодах с плаката. И остались только Блиц вместе с Барби. Причём белое пятно с лица Блица Вивьен убрала. Ведь эту травму он получит намного позже этих событий в цирке. У Барби на лбу было сложно рассмотреть её значок. Но мы видим, что всё её тело пестрит татуировками, в виде как раз-таки этого же креста и двух сердечек по бокам. Значит, она перекрыла значок цирка ещё очень давно. Правда, на этом плакате вообще не видно, что раньше там был какой-то чёрный значок. Причём, если мы вспомним фотку их семьи в телефоне Блица в седьмой серии и фотку из первой серии второго сезона, где ещё появился их батя, мы увидим, что раньше у неё на лбу и правда был этот значок. А потом она всё тело забила подобными татуировками и зачем-то закрыла знак. Либо это сценический образ, либо она зачем-то сделала это. Не из-за ненависти же к своим родителям и Блицу она это закрасила. Хоть она и потом скажет, вот это. Всё равно тут они вместе с Блицом. Даже радостно позировали для плаката и при этом значок уже был перечёркнут. Будем ждать новую серию и наконец-то мы узнаем эту тайну, покрытую мраком. Друзья, у меня для вас важное сообщение. Я всегда мечтал набрать 200 тысяч подписчиков на канале. Осталось уже не так много. Обязательно подпишитесь. Помогите осуществить мою мечту. Ну и про лайк не забывайте. 10 тысяч лайков и новый видосик выйдет прям супер быстро. Спасибо. Далее Вивен решила поделиться с нами очередной дополнительной информацией. Она сообщила, что только во время написания сценария ко второму сезону Адского Босса, они наметили основной сюжет всего пульта. Это и видно, потому что первый сезон был настоящим рандомом в плане сценария. Я надеюсь, что мы закончим эту историю. Она очень отличается от Хасбина и я чувствую, что она занимает отдельное место в моем сердце. Так много всего еще впереди. Начиная с первого сезона, шоу посвящается Блицу и его взаимоотношениям с другими. Его бизнесу, его личностному росту и обществу, в котором он существует. Вот о чем шоу и таким оно и останется. Лично я просто в восторге. Адский Босс это очень продуманная история на 4 сезона. Мы еще очень далеки от конца, но полны решимости рассказать об этом, что бы то ни было. Ну что друзья, теперь официально. Адский Босс закончится на 4 сезоне. Ну учитывая, как Вивен выпускает серии по пол сезона за год, это в лучшем случае, шоу закончится только в 2028 году. Ну и к слову об этом, у Вивен спросили, выйдет ли 7 серия 2 сезона до конца этого года. Или 7 по 12 серию запланированы на следующий год. Ну и она ответила, что они сделают потом более правильный анонс. И что их цель на 2023 год выпустить 2 сезон вплоть до 7 серии. А остальную половину 2 сезона они планируют выпускать в следующем году. Причем 7 серия это будет самый настоящий спешл. Я конечно не хочу ничего говорить, но 8 серия-спешл 1 сезона до сих пор не вышла в свет. Причем она обещала еще на Level Up Expo выпустить с 3 по 6 серию с начала весны до конца лета. Я так понимаю, сейчас летом выйдут еще 2 серии. 5 и 6. А 7 серия выйдет уже ближе к новогодним праздникам. Так как нас еще и Атарь Хасбин этим летом ждет так-то. И знаете, я сам в шоке. Ведь Вивен просто взяла и 6 июня анонсировала уже 5 серию. Теперь я точно верю, что за это лето мы получим эти 2 обещанных эпизода. Подписала на пост так. Лето несет вам адские вкусности. Следующий эпизод адского босса уже в пути. На новой гифке мы видим, как Мокси в своем новом женском образе рассказывает что-то миле. Которая тоже супер причудно вырядилась. Шапкой какая-то футболка интересная. Маникюрчик Мокси, кстати, супер шикарный. При всем при этом они стоят в каком-то лесу. Подобные фоны уже были использованы Вивен в 4 серии. Так что это точно мир смертных. Я уже рассказывал вам, что Мокси будет использовать подобный прикид, чтобы внедриться в группу студентов, которые устроят кемпинг в лесу. Чтобы убить вот этого очкастого паренька. Я думаю, он будет их целью. Но почему-то Барби захочет защитить его от Мокси. И она будет с ним драться. Тогда не было понятно, что Милли тоже придет туда вместе с Мокси. Ну а что? Она как могла одеться по-молодежному, так и оделась. Надо же как-то внедряться к студентам. Кстати, эта гифка с Милли и Мокси появилась в нашем телеграм-канале еще вчера. И уже многие ее успели обсудить. Обязательно залетайте и подписывайтесь. Так вы точно ничего не пропустите. Ссылочка самая первая в описании. Вот столько интересных новостей появилось в последнее время. Еще Вивьен там смуту наводит в Твиттере и комментирует фанатские теории хихикающими смайликами. Что Столас уйдет от болеца и найдет себе нового парня. И влюбится в него, но позже поймет, что был влюблен не в него, а в то внимание, которое он жаждал. Но так этого и не получил. Чуть позже Вивьен напишет, что это ее маленький подарочек. Чтобы посеять хаос в честь месяца ЛГБТ. Вот теперь гадай Столас и правда в будущем найдет себе парня. Или же нет. Оставляю это для ваших дискуссий в комментариях. Будет интересно почитать. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать новости пацкому боссу Этолю Хазбин. А я с вами не прощаюсь, друзья. Скоро увидимся.